Сборник пророчеств и наставлений старца Паисия Афонского о нашем времени. Земной царь евреев. Знамением того, что приближается исполнение пророчеств, будет разрушение мечети Амара в Иерусалиме. Ее разрушат, чтобы восстановить храм Соломона, который, как говорят, находился на ее месте. В восстановленном храме сионисты, в конце концов, провозгласят Антихриста Мессией. Я слышал, что евреи уже готовятся к возведению храма Соломона. Геронда, почему же евреи, читая Ветхий Завет, не веруют во Христа? Что же ты не пойдешь и не скажешь им этого? Евреи искренне имели фанатизм. Понимать-то они понимают, но их ослепляет эгоизм. Будь он чуть более внимательный, никто из них не остался бы иудеем. А как они истолковывали прочитанное? Как они его истолковывали и как толкуют? Духовные смыслы они превращают в вещественные. Пойди, например, посмотри, как они истолковали слова пророка Исаии. «Процветет пустыня Иорданова». Для того, чтобы показать, что пустыня процвела, они повернули какую-то реку, сделали террасы, сады, насадили бананов, лимонов, апельсинов, все озеленили. Так что теперь говорят «процвела пустыня». И все они изъясняют подобным образом. Между тем, эти слова пророка относятся к возрождению мира через священное крещение. Баню, покибытия. Сейчас они ждут земного царя до антихриста. Раввины знают, что Мессия пришел и его распяли. Я узнал от одного человека, что когда еврей лежит при смерти, к нему идет раввин и говорит на ухо «Мессия пришел». Видишь, их обличает совесть. Они чувствуют свою вину, но не смиряются. А какая польза от того, что эти слова говорят умирающему? Никакой. Они говорят это просто потому, что их искушает совесть. Думают, раз эти слова сказаны, то все в порядке. А другие этих слов не слышат? Нет. Это на ухо говорится. И еврейская молодежь восстала против раввинов. «Мессия», говорят они, «пришел, какого мессия ищите вы?» В Америке одна группа молодежи, изучающая священное писание с точки зрения истории, издает журнал, в котором написано «Мессия пришел». Тому, кто не верит в то, что пришел Мессия, мы бесплатно вышлем в настоящий журнал, чтобы он уверовал. Если же он уверует, то пусть подпишется на журнал, чтобы мы послали его другим, и они тоже становились верующими. Они евреи? Да, евреи. И стали христианами. Э, сейчас хотя бы то, что они уверовали, уже что-то значит. А могут ли раввины быть тайными христианами? Раввин и тайный христианин? Останется ли человек в раввинах, стал христианином? Тогда что же он будет учить евреев тому, что Мессия еще не приходил? А когда они будут умирать, станет говорить им о том, что он пришел? Печать 666. Геронда, как скоро произойдут все эти события? Они задерживаются ради тебя и ради меня для того, чтобы мы приобрели доброе духовное устроение. Бог терпит нас, потому что, случись все это сейчас, мы с тобой пропали. В учении Христа нигде не упоминается конкретное время. Однако, Священное Писание говорит, что приход этих событий будет предвозвещен знамениями времен. Будем постоянно готовыми, а когда это время приблизится, увидим. Тогда мы будем более уверены. Святой Андрей Кесарийский говорит, «Трезвящимся это откроет время и опыт». Мне в руки попала одна книга, на обложке которой было три большие шестерки. Вот ведь бесстыдники. Они делают это для того, чтобы представить цифру 6 красивой и приучить к ней людей. Так потихоньку придет и печать. Геронда. И кнопки-застежки для одежды продают на таких картонках, где стоит число 666. Да чтоб тебя, дьяволи! На кредитных картах три шестерки уже давно поставили, а теперь еще и на застежках. Многие говорят и ставят 666 как фирменный знак, чтобы предпочитали их товары. Один поддерживает другого. То есть 666 это как пароль оно принимает. 666. Написано, что когда распространится эмблема со змеей, пожирающей собственный хвост, это будет значить, что евреи поработили весь мир. Сейчас этот знак поставили на некоторые денежные купюры. Число 666 распространяется уже и в Китае, и в Индии. Геронда. А откуда они знают это число, чтобы ставить его на вещи? Евангелист Иоанн знал, что сделает дьявол, подобно тому, как и пророки предвозвестили, что Христа продадут за 30 серебряников, что его напоят уксусом, что разделят его ризы. 2000 лет назад в Апокалипсисе было написано, что люди будут запечатлены числом 666. Иже и мать ум, да почтет число зверина. Число бы человеческое есть, и число его 666. 666 является для евреев символом экономики. Как говорит Священное Писание, евреи обложили покоренные ими в разных войнах народы конкретным налогом. Годичный налог был равен 3 шестеркам, талантам золота. Сейчас для того, чтобы покорить весь мир, они опять вводят свое старое налоговое число, которое связано с их славным прошлым. Поэтому они и не хотят заметить это число другим, заменить. То есть 3 шестерки и символ Мамоны. Его взяли смерть золота. Того, о чем говорит Святой Иоанн Богослов. Они не знали, но Мамона при этом остается Мамоной. Не можете Богу работать и Мамоне. Все идет своим чередом. В Америке запечатлели собак. Через передатчик они излучают радиоволны и их находят, знают, где находится каждая собака. Бездомных собак, не имеющих метки, убивают лазерными лучами. А потом начнут убивать и людей. Запечатлены целые тонны рыбы и со спутника наблюдают, в каком она находится море. А сейчас появилась еще одна болезнь, против которой уже нашли вакцину. Она будет обязательной. И когда человеку будут делать прививку, ему будет ставиться и печать. Сколько уже людей в Америке запечатлены лазерными лучами. Одни на лоб, другие на руку. А впоследствии тот, кто не будет запечатлен числом 666, не сможет ни продавать, ни покупать, ни брать заем, ни устраиваться на работу. Помысл говорит мне, что этой системой антихрист хочет подчинить себе весь мир. Люди, будь они красными, черными или белыми, находясь вне этой системы, не смогут работать, станут социальными изгоями. Таким образом, антихрист будет навязан с помощью системы, контролирующей всемирную экономику. И только те, кто примет печать начертания с числом 666, смогут вступать в торговые отношения. Как, однако же, пострадают люди, принявшие печать? Один специалист рассказывал мне, что лазерные лучи очень вредны для человека. Люди, принявшие печать, будут впитывать в себя солнечные лучи и получат такой вред, что от боли станут кусать языки. Тем, кто не примет печати, будет лучше других, потому что им поможет Христос. А это не пустяшное дело. Когда он им поможет, Геронда? После? Нет, именно тогда, Геронда. Но как же им будет лучше других, раз они не смогут ни продавать, ни покупать? Увидишь. Бог знает, как. И я тоже знаю. Такие-то дела. Этот вопрос меня весьма занимал, и Бог прислал мне телеграфное сообщение. Как же заботится о нас Бог? Почему, Геронда, печать называется и начертанием? Потому что она не будет поверхностной. Начертать – это что значит? Провести глубокие прямые линии, не так ли? Печать будет начертанием, которое сперва поставят на все товары, а потом людей принудят к тому, чтобы ее ставили им на лоб или на руку. Два года назад я рассказал о печати одному врачу из Торонто, а сейчас он сообщил мне, что прочитал в газете, как вместо кредитной карты уже требуют отпечаток руки. Они идут вперед, но нельзя сказать, что произойдет то или другое. У некоторых телевизоров, привезенных в Грецию, в недавнее время есть особое устройство, следящее за теми, кто смотрит телевизор. Скоро имеющие телевизор будут его смотреть, а другие в это же время будут смотреть на них самих. Люди будут и наблюдать, и подвергаться наблюдению. Вся их жизнь, все, что они говорят, что делают, все будет контролироваться с помощью компьютера. Видишь, какую диктатуру задумал дьявол? В Брюсселе над центральным компьютером построен целый дворец с тремя шестерками. Этот компьютер может контролировать миллиарды людей. Шесть миллиардов – это почти весь мир. Исповедь через нажатие кнопки. Некоторые европейцы выразили протест, потому что они боятся всемирной диктатуры. А мы, православные, противодействуем этому, потому что не хотим антихриста и диктатуры. Конечно, тоже не хотим. Нас ждут серьезные события, но долго они не продержатся. Как православие якобы исчезло при коммунизме, так оно исчезнет и сейчас. Новое удостоверение личности. Геронда. Один человек сказал, а как же банкнота в пять тысяч драхм? Она имеет на себе три шестерки, и мы ею пользуемся. То же самое будет и на удостоверении личности. Пять тысяч драхм – это денежная купюра. На английском фунте тоже нарисована королева Виктория. У меня это не беспокоит. Кесарю – Кесарева. Однако другое дело, когда речь идет об удостоверении личности. Это не деньги, а нечто личное. Буквальный смысл. То есть человек отождествляется с тем, что он декларирует. Они, значит, подсовывают дьявола, а я расписываюсь в том, что его принимают. Да как же я пойду на это? Геронда. А какая связь между новым удостоверением и печатью? Новое удостоверение – это не печать. Это введение печати. Люди, Геронда, спрашивают, что им делать в связи с навязыванием новых удостоверений. Если спрашивают, то вы лучше рекомендуйте им советоваться со своими духовниками и проявлять терпение, чтобы увидеть, как поведет себя церковь. Потому что многие задают вопросы, но немногие понимают ответы. В брошюре «Знамение времен» я пишу обо всем предельно ясно. Каждый же пусть поступает согласно своей совести. Конечно, есть и такие, которые говорят, а это мнение одного монаха, это не позиция церкви. Однако мнение, которое я выразил, не было моим собственным. Я всего лишь изложил слова Христа, слова Евангелия, поскольку собственное мнение мы должны покорять воле Божией, которая выражена в Евангелии. А другие говорят противоположное моим словам и, прикрываясь моим мнением, утверждают, что это сказал отец Паисий. А третьи, слушая это, не берут в расчет того, что эти вопросы чрезвычайно серьезны. Не спрашивают, говорил ли я такое в действительности, но принимают это на веру. Я не боюсь, говорю без стеснения. Приходят какие-то люди ко мне в Калию, бросают в ящик шестерки. Это еще ладно, куда ни шло. Но однажды бросили одну картонку за калиткой. Я думал, что кто-то приходил, не застал меня дома и написал для других. Его нет. Потом читаю и вижу такое, такое скверное ругательство, что и мирскому человеку не услышат. Наступит чистка для всей этой грязи, но мы пройдем через грозу. Люди уже поднялись на борьбу. Надо со мной молитву подниматься вместе нам. Одни переживают за проблему с удостоверениями личности, а другие используют это и создают трудности. Церковь должна занять правильную позицию. Она должна говорить, объяснять верующим, чтобы те поняли, что принятие имен нового удостоверения будет падением. И одновременно церковь должна добиваться от государства того, чтобы новое удостоверение личности, по крайней мере, не было обязательным. Если позиция, занятая церковью, будет серьезной, если к свободе верующих будет проявлено уважение, и кто захочет, возьмет новое удостоверение, кто не захочет, останется со старым, то лишь немногие люди твердых убеждений не примут трех шестерок. Их ждут испытания, потому что остальные пойдут против них. Большинство людей примет удостоверение с числом зверя. Те, кто захочет спокойствия и комфорта, примут новое удостоверение. А несчастные, благоговейные люди останутся со старыми документами. И поэтому их будут мучить. Сейчас и обещания министра о том, что 666 не будет стоять на удостоверение, неявно не скрыто, тоже что-то значит. Проявим терпение, время покажет. Их слова о том, что трех шестерок не будет, это уже кое-что. Они начали отказываться сами. Посмотрим, что же поставят на удостоверение в конечном итоге. А до того времени, как станут распространяться новые удостоверения, может разразиться и гнев Божий. И потом, ведь не в 24 часа все получат новое удостоверение. Появятся первые карточки, они будут рассмотрены. Если министр окажется лжецом, то борьба будет праведной. А если мы сейчас продолжим протесты, то те, кто всем этим заправляет, скажут. Вот, смотрите, православные устраивают смуту. Еще и вопрос не встал, а они горланят и протестуют. Хороший сторожевой пес лает, когда приходит вор. Когда вор убегает, он прекращает лаять. Если же пес лает беспрерывно, то хорошим сторожем его не назовешь. А еще, Геронда, было сказано, что раз у нас веротерпимость, то в новых удостоверениях не будет указано вероисповедание. Да, их это не интересует. Однако это интересует меня, потому что это удостоверение моей личности. Там написано, откуда я и что я за человек. Если будет отсутствовать вероисповедание, то возникнут проблемы. Например, кто-то придет в брачную контору. Если в его удостоверении написано «православный», не имеет значения, какой пробы, то все в порядке. Если же вероисповедание не указано, то как ему дадут разрешение на брак? Церкви от этого будет путаница. Но если вероисповедание станут вписывать по желанию, то это будет и как исповедание веры. Европа – это Европа. У нас другой расклад. Помаленьку, после введения карточек и удостоверения личности, то есть составления персональной досье, они лукавым образом приступят к нанесению печати. С помощью разнообразных ухищрений людей станут принуждать принимать печать на лоб или руку. Они устроят людям затруднения и скажут «пользуйтесь только кредитными картами». Деньги упразднятся. Для того, чтобы что-то купить, человек будет давать карту продавцу в магазине, а хозяин магазина будет получать деньги с его счета в банке. Тот, у кого не будет карточки, не сможет ни продавать, ни покупать. А с другой стороны, они начнут рекламировать совершенную систему, незаметное для глаз начертание числа 666 на лбу и руке. Одновременно по телевидению станут показывать, как кто-то взял чужую карту и получил по ней деньги в банке. Будут без остановки говорить. Печать лазерными лучами на лбу или руке – это более надежно, поскольку номер печати знает только ее владелец. Печать – это совершеннейшая система. Вор ни головы, ни руки у вас не украдет, ни номера подглядеть не сможет. Поэтому бандитам, злодеям и дают сейчас возможность свободно действовать. На Афоне, вокруг Кариеса, ограбили 15 келей, а одного монаха убили во время грабежа. Таким-то вот образом каждый получит возможность присваивать чужое и красть все, что хочет. Допустим, кому-то вздумается обманом приобрести земельное угодье. Он скажет, что оно якобы принадлежало его дедушке или что сам он когда-то арендовал эту землю под пастбище. Попробуй, разберись. А потом представители властей скажут, к сожалению, контролировать их мы не можем. Контроль может осуществляться только с помощью компьютера. И они приступят к запечатлению. В компьютере будет высвечиваться, запечатлен ли ты. И в зависимости от этого тебя станут или не станут обслуживать. Три с половиной года будут тяжелыми. Тем, кто не согласится с этой системой, придется нелегко. Их будут стараться засадить в тюрьму, постоянно находя для этого какой-нибудь новый повод. Пройдет год, и их повезут на допрос в другой город, чтобы дело было рассмотрено в другом суде. Из того города повезут третьи, а потом скажут, извини, ты не виновен. Если бы ты был запечатлен, то мы проверили бы тебя за одну минуту. А сейчас мы были не в состоянии осуществить контроль. Геронда. А не смогут ли они ставить печать силой? До этого они не дойдут из-за учтивости. Они ведь будут корректны. Как и подобает европейцам, они проявят высшее благородство. Мучить людей не будут. Однако, не имея печати, человек не сможет жить. Вы страдаете без печати, скажут они. И если бы вы ее приняли, то трудностей у вас не было бы. Иметь человек хоть золотые монеты или доллары, использовать их он не сможет. Поэтому, приучив себя уже сейчас к жизни простой, умеренной, можно будет пережить те годы. Иметь маленько землицы, возделывать немного пшенички, картофеля, посадить несколько масленичных деревьев. И тогда, держа какую-нибудь скотинку, козочку, несколько курочек, крестьянин, сможет пропитать свою семью. Потому что от запасов пользы тоже немного. Продукты долго не лежат, они быстро портятся. Ну и, конечно, продлятся эти притеснения недолго. Года три, три с половиной. Ради избранных дни сократятся. Они даже и не заметят, как пройдут эти годы. Бог не оставит человека без помощи. Геронда. Вмешивается ли Христос в то, что будет происходить в эти нелегкие годы? Да. То-то, видишь, как человеку с добрым расположением, но подвергающемуся обидам, часто являются святые, Пресвятая Богородица, Христос, для того, чтобы его спасти. Насколько же больше поможет Господь теперь, когда несчастные люди находятся в таком затрудительном положении? Сейчас разразится одна гроза, наступит непродолжительная диктатура антихриста, сатаны, а потом Христос вмешается, задаст хорошую трепку всей этой антихристовой системе. Зло будет попрано им, и он, в конце концов, обратит его в добро. Притом, что святой евангелист Иоанн Богослов предельно ясно пишет в Апокалипсисе о начертании, некоторые этого не понимают. И что ты им скажешь? К несчастью, можно услышать ужасно много глупости от ума некоторых современных гностиков. «Я приму удостоверение с тремя шестерками и изображу на нем крест», — говорит один. Другой вторит, «А я приму печать на лоб и осеню свой лоб крестным знамением». И повторяют целую кучу подобных глупостей. Они думают, что освятятся подобным образом, в то время как такие мнения являются прелестью. Один владыка сказал мне, «Я в удостоверении там, где буду расписываться, нарисую крестик. От Христа я не отрекаюсь. Я всего лишь пользователь, обслуживающий меня системой». «Ну хорошо», — говорю я ему. «Вот ты, владыка, и ставишь в виду своего особого положения крестик перед своим именем». Другой архимандрит, его положение тоже особое, и он тоже ставит крестик перед своим именем. «А людям что прикажешь делать?» «Грязь не освящается. Чистая вода приемлет благодать и становится водой святой. Но моча святой водой стать не может. Камень чудесным образом превращается в хлеб, но нечистоты освящения не приемлют. Следовательно, дьявол, антихрист, находясь в виде своего символа в нашем удостоверении, на нашем лбу или руке, не освящается, даже если мы ставим там крест. Силу честного креста, этого святого символа, божественную благодать Христову, мы имеем только тогда, когда храним благодать священного крещения, в котором мы отрицаемся сатаны. Мы сочетываемся к Христу и принимаем святое запечатление. Печать дара Духа Святого. А они, видишь ли, объясняют все такой простой логикой. Поставят рядом крестик и все в порядке. А ведь мы видим, что святой апостол Петр отрекся от Христа внешне, но и это было отречением. Они, принимая печать Антихриста, отрекаются от печати Христовой, данной им во святом крещении, и еще говорят, что имеют в себе Христа. «Скажи лучше по равнодушию, какое там неведение, когда все ясно до предела? Да если и не знает человек, ему должно поинтересоваться и узнать. Предположим, что мы не знали, и поэтому приняли печать. Но тогда Христос скажет нам, лицемеры, лице, убой небеси, умеете, рассуждатель, знамений же временам не можете искусить? Приняв печать, пусть даже и по неведению, человек теряет божественную благодать и принимает бесовское воздействие. Вон, когда священник при крещении погружает дитя во святую купель, оно и не понимая того, принимает святого духа, и потом в нем обитает божественная благодать».